Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературные чтения по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Холодным слякотным днем, поздней осени, на втором году войны, партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мастище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад арестованный полицией за диверсию возле Воспианского моста купил себе жизнь тем, что выдал соучастников своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, осущению выпустили, и он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров тридцать лесного пути, в тот же день, к вечеру, выбрались из леса на опушку в километре от мастища. Видал? Вон. Приехали. Кивнул Буров в сторону станции. Войтик Знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритым лице, под длинным козырьком черной кепки, не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. Далеко. Вижу. Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там, двинул острым подбородком Войтик, болото. Да уж переберемся, как-нибудь. Хорошо. Как-нибудь. Притуманенная даль за полем из станции медленно исчезла в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. Думаешь, он нас ждет, сказал, помолчав Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может. Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду, ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и, хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало, приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым сущений? Хата и надворные постройки сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. — Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке, — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их заклямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней, — Можно к вам? Хмурое лицо сущеня, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет четырех. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. Во, лошадка, мне папка сделал. В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил. Хороша лошадка. А мне папка и собачку сделает с хвостиком. С хвостиком? Это хорошо. Как тебя звать? Меня звать Глыса, а папку Суценя. Значит, будешь Григорий Сущеня, сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. Ну, как живется? Садись. Чего уж, выдавил из себя хозяин. Не узнал сперва. Изменился. Так, наверное, и ты изменился, сказал Буров и, ощутив минутное и вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь на выгнутых ножках, приковылял Гриша. Доверчиво прислонился к колену. А у Леника патлон есть, ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он. Что стреляет. Пух. Вот как. Патроны теперь не для ребят, строго заметил Буров. Да не патрон, Гриша, поправил отец. Гильза у него. Ага, гильза. Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя. Я к тебе, сущеня. С дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть гостю. И пуля у него есть, у Леника. Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь, сказал сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к группке. А жена где же, спросил Буров. Корову дает. Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались. Хозяин опустился возле группки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. Мыться – это хорошо, сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывезти во двор или, может, к бани. К бани было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перелезать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой, оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Я знал, что придете, сказал сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил. Знал. Ну и хорошо. Значит, вину свою, понимаешь? Чего ж тут понимать, развел руками сущеня. Никакой же вины нет на мне, вот в чем загвоздка. Нет? Нет. А ребята, вырвалось у Бурова, что повесили. Ребят повесили. Согласил с сущеня и сокрушенно поник на скамейке. Похоже, он даже готов был заплакать. Коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность. Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги. Портянка налево и к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печи снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову. «Дядя, а у тебя наган есть?» «Нет. Какой наган?» Сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу. «А это что?» Малыш показал на Кобуру. «Это так. Сумочка». «А зачем сумочка?» Добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик. Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев Чужого в простенке, опасливо насторожилась. Но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша! А у дяди наган есть в сумочке?» Живо сообщил мальчишка. На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анеле Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его. «Здравствуйте! Здравствуйте, Анеля!» С притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что. Но, по-видимому, догадывалась и Анеля. «Это надо же покормить вас? Голодная же, наверное, после недолгого молчания нашлась хозяйка. Некогда, Анеля!» – сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озявшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался войтик, и, может, по улице уже шли сюда полицаи. «За весь окно», – тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом. А Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобутся». «Портянки? Сейчас», – Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова. «А как же мама твоя? Жива еще?» – спросила Анеля. «Мамы уже нет. Три года как? А сестра Нюра? И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он неспеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущение тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости. «Так, может, присядем?» – вопросительно взглянул он на Бурова. Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?» «Ладно», – согласился Буров, «только недолго». Сущение налил полный стакан и выпил разом. С какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенке. «Эх, как не по-людски все!» – скрипнул зубами сущение, и Анеля метнулась к Бурову. «Это ж правда! Разве мы надеялись, на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось. Неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили. Что ж теперь делать? Разве ж по его воле?» То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю. «Он же ничем не погрешил против них! Он же их выгораживал!» – тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили! За что?» «А кто ж их знает, за что?» «Нет, так не бывает!» Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. «Ладно, Анеля, что говорить?» «Судьба!» «Да», – неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. «Надо было кончать этот разговор. Пошли!» Он вышел на средину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто, окаменев, сущеня продолжал сидеть за столом, наварясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан. «А, черт с ним! Пошли!» «Куда?» – взвелась Анеля! «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал Малой. А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки Малого, сущеня тем временем набросил на плечи ватник. «Пошли!» Будто, вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» – снова закричала Анеля и зарыдала так, что Буров сжался от страха. «Не надо!» – сказал сущеня жене. «Ненадолго! Ты не плачь! Успокойся!» Он говорил тихо, сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась. «Тут на одно дело надо!» – соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется!» Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку. «Приду!» – «Ага!» – спокойнее подтвердил сущеня. «Так это же... Как же ты? Ничего с собой не взял?» – встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми!» Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку. «Вот, перекусить! А то как же без еды? И это, луковицу дам!» «Не надо!» – безразлично сказал сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась. «Ты же любишь, чтоб с луком?» – напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать. «Если любишь, так возьми!» – поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. «Ага, давай лучку! С лучком оно вкуснее, сало особенно!» Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук, пригодится на закусон. Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала. «Если задержусь, мойтесь без меня!» – сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе. «Куда?» – не поворачиваясь, спросил он. «Туда, туда!» – указал Буров в сторону дровокольни. Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился. «Лопату взять?» «Возьми?» – что ж. Подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрежье какие-то палки, вытащил из-под них лопату. «Что ж, сам понимаешь, тихо, будто извиняясь даже», – сказал Буров. «Если выдал...» Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью. «Я не выдавал!» «А кто же выдал?» – удивился Буров. «Не знаю, не знаю, но ведь тебя выпустили, выпустили, сволочи!» С отчаянием выдохнул Сущеня и подавленно добавил. «Лучше бы повесили разом!» Последние слова он приглушенно бросил через плечо, будто с остатком слабой надежды оправдаться, что ли. «Но теперь какой смысл оправдываться?» – подумал Буров. «Разве перед ним следователь?» Буров не следователь и не судья, он только исполнитель приговора. А приговор этому человеку вынесен там, в лесу. Ему ли пересматривать его? Но как было и исполнять, если исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты? Времени, однако, у них было немного. Даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории Сущений и провалить все задание. Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылке, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня. Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом, и они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил, но Сущеня эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился. Ну что вы, братцы, берег же весной заливает, торфяник тут. А ты что, песочка захотел? Без определенного, однако, намерения, сказал Буров. А хотя бы и песочка. Все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому. — Песочка, — сказал Буров, подумав. — Ну ладно, поехали. В Сосняке там песок. — Ну хотя бы в Соснячке, — дрогнувшим голосом согласился Сущеня. Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстый ком лесосин, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна. Но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. Тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня. — Ну, — нарочито бодро произнес Буров, — чем мне местечко, на любой случай. — Случай. Если бы мне сказали, когда. Уныло начал и не кончил Сущеня. Сутулясь, он стоял на пригорке, устала дыша, и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиняться. Буров видел это. И ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже. — Конечно, все случается в такую войну. Но ведь это дико! — вскрикнул Сущеня. И Буров сердито его одернул. — Тихо ты! И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью несколько ниже на склоне пригорка. — Войтик, покарауль там, у дороги. Пока управимся. Не сразу, по своему обыкновению, сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалеко отсюда гравийке. Буров отпустил свою кобылку, пусть попасется немного. — Ну, давай. Где ты хочешь? Просто как о чем-то малозначительном спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, силой вогнал в землю лопату. — Правду сказал тот Гроссмайер. У него не выкрутишься. — Ага, уже какой-то Гроссмайер, — подумал Буров. Вот так и не связь ли обнаруживается. Он отошел на три шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись свернуть сюда, в лес, делает не то. И прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко, что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени. Молча, с упрямой настойчивостью Сущеня, тем временем принялся рыть себе яму, отбросив стороны мох, он долбил жесткие корни, выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком, и уже через несколько минут до колен углубился в землю. Еще немного подолбит, и, пожалуй, будет довольна. С отчаянной решимостью подумал Буров, все-таки надо кончать. Как это сделать? Выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого? На выбор? Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без руганий и издевки. Все-таки свой человек, бывший сосед, к тому же еще Анеля и малый Гриша. Как все это противно, не по-людски. Пусть бы послали кого-другого, в который раз начинал злиться Буров. Ты это, хоть не говори о Неле, выпрямился в яме сущения, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости. Что не говорить, не понял Буров. Ну, что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится. Там видно будет, уклончиво ответил Буров. Чудак-человек, подумал он о сущении, который, немного передохнув, снова принялся копать. Ну, может, хватит, сказал Буров, шагнув на песок, и сущение устало выглянул из ямы. Закапывать много придется. Ага, ты уж закопай. Я тебя попрошу. Ватник, ватник бы надо Анеле отдать. Ватник, давай, передам как-нибудь. Ага. Хороший же ватник. Когда она такой справит? Вдова? Отставив в сторону лопату, сущение снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть, свертка в кармане, и ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было тихо, паслась возле кустарника. Она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал. Это ты, Войтик? Но из кустарника никто не откликнулся. Потом там что-то хрустнуло, явно и подозрительно. Буров постоял недолго, и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди. «Стой!» негромко приказал он, и присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла. «Стой!» сдавленно крикнул Буров. Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом три выстрела. Пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же войтик!» «Там войтик!» забилась в голове почти паническая мысль, и он выстрелил тоже два раза подряд. Оттуда началась густая стрельба. Пули сыпали сверху хвоей, взбивали песок. Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад, но только сделал два выстрела, как со стоном опустился наземь, подкошенный острым ударом вбок. «Ну, попали!» «Попали!» В кустарнике под Боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени. Он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка. Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, сущеня обмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и только, когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжие тело, перевалился через песчаный брусвер. Между частых торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему, наверное, вдогонку Бурову, и потный разгоряченный сущеня приступил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что надо было спасаться, и он бежал сперва с Боровинки, потом по кустарнику вглубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким податливым мхом внизу. Дальше было качковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока в конец не уморился, потом пошел шагом, его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на Боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому, в ту сторону, где исчез Буров. Хотя за Боровым они вроде не погнались, похоже, они остались на Боровинке, возбужденно переговариваясь. Их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и сущений не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше, следом за ним или вдогонку за Боровым, будут искать или нет. Стрельбу, однако, они прекратили. Опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны, и сущения впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается, и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение? В какой стороне? Дома он наверняка не спасется, дома его настигнут тот же же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба? Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте наторчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел, в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка, но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. А может, они ушли оттуда? Зачем им сидеть ночью в лесу? Подумал сущение. Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь, ватник они, конечно, подобрали сами. Все же, наверное, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять. Да и они в Бурова тоже, только как полицаи оказались тут, выследили или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан, куда он подевался? Может, убили, если он ничем не дал знать о себе ни криком, ни выстрелом? Отойдя, может, на километр от Буровинки, сущение остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростом. Перевел дыхание. Отойдя на порядочное расстояние от Буровинки, он снова набрел на низину с Лозняком и Ольшанником. Вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк, и дальше до самого бора тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было бы обойти далеко стороной, только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый непонятный звук, будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный внутреной звук раздался явственнее и ближе. Напрягая зрение, сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза сущений различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, сущеня пошарил руками и сразу наткнулся на ложе винтовки в траве, нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели, но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И сущеня не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки сущений густо испачкались в крови, но где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока, трава под ним тоже была в крови, как полы шинели внизу, но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно тихо стонал. Что было делать? Как помочь раненому этого сущения не знал, он лишь подергал его за рукав. Э, э, ты жив? А? Куда тебя? А? Буров все так же молчал, сдавлено тихо постановое и словно в ознобе мелко трясся. Наверное, перепало ему как следует, обеспокоенно подумал сущения. Как бы он здесь не кончился, и что было делать? Как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место, потому что утром с рассветом этот край осинечка весь станет виден с дороги, в ту пору сквозь голый подлесок видать далеко? Сущения был мужик сильный, когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ножей на плечах выбраться ищащий на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее. Он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался. Снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо. «Войтик, ты?» Сущение хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. «Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверное, все тут обложат, начнут прочёску. Утром они запросто могут попасть в полицейские сети. Однако, чёрт побери, долго нести так, подвернув голову тяжёлого мужика на плечах, становилось невмоготу. Сущение весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя бурого. Войтик не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее, и он перестал сбиваться с неё, натыкаясь на низкое сучьё под леска. Кажется, начинало светать. Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен. Вокруг будто испаряясь, редела ночная мгла. Вглядевшись в подлесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперёд. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился, и войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несёт? Не другого ли человека? Неуверенная ещё догадка осенила войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал «Буров!» Человек, видать, было, остановился и прохрепел, не бросая ножи. «Товарищ войтик!» Замедленным шагом войтик пошёл между сосенками навстречу, и перед ним всё больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура сущени с его ношей и висящей спереди винтовкой, однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило войтика. «Встретил!» называется, выругался про себя войтик и спросил, что с Буровым? Сущень вроде не удивился, этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул. «Да вот, ранило!» «Наделал делов!» сказал войтик, снимая винтовку. Не выпуская её из рук, он склонился над безболвным. Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесёт ему немало горьких забот. Они молча усели с двух сторон от него, напряжённо вслушиваясь в лесные звуки, но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк, да поблизости начала стрекотать сорока. «Хотя бы не навелась дуру, кого на эту поляну, опасливо подумал войтик. Они уже порядком набродились полюсу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, знал войтик, не заметишь, как утро перейдёт вечер. Наверное, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте, да на незнакомой местности очень просто нарваться на беду. Надо было идти кто только пойдёт. Сущение, сказал войтик, ты тут знаешь, где что, где село, знаешь? Сущение озабоченно посмотрел сосняк, послушал, прикинул, так бабичи там где-то под пущей, это там, где стреляли? Ну, тогда дуй за повозкой, сказал войтик. Сущение поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание, но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил войтик. Нет, подожди, пойду я, решил он, а ты сиди тут, карауль. Хорошо, послушно ответил Сущение, опять усаживаясь у ног Бурова возле разлапистой с обвисшими ветвями сосёнки. Войтик тем временем стал собираться в дорогу, подобрал земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою чёрную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров. Граната, а где граната? Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущению. Я не брал, сказал Сущение, может, потеряли ночью? Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику, ты отдай мой наган. Наган? На, возьми, конечно. Вынув из кобуры чёрный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике. Я постараюсь скоро, бодро сказал Войтик. Если недалеко. Он исчез в сосняке, поблизости прошуршали и затихли хвойные ветки, и всё вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущение подумал, что Сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но Сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное. Страшнее что будет с Буровым? Вы слушали первую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читал народный артист СФСР Юрий Богатырев. СФСР 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 Юрий Богатырев. СФСР Продолжение следует...